Смотрите программы регионального канала НТК ежедневно по всей ЕАО на девятой кнопке ОТР. Теперь нас смотрит вся область. Каждый дом. Каждая семья. Смотрите выпуски. В основу народной программы развития ЕАО легли более 10 тысяч предложений от жителей области. Капитальному ремонту дюкера напорного участка городского водоотведения планируют приступить в Биробиджане уже на следующей неделе. В ЕАО подвели итоги трехмесячной работы по формированию народной программы развития территории. Обсуждение состоялось на дискуссионных площадках во всех районах автономии. Губернатор ЕАО Ростислав Гальштейн отметил высокую активность граждан и общественных организаций в публичной дискуссии. Все мы видим, что происходило на территории нашего субъекта и в городе, и в спальных районах, где губернатор и вся команда губернаторов проводили большое количество выездных встреч, стратегических сессий, встречи в дворовых территориях, встречи просто с жителями на объектах социальной сферы, детские сады, школы. То есть мы не просто собирались где-то на каких-то аудиториях для обсуждения о текущих вопросах, а действительно на практике обсуждали с жителями те вопросы, которые интересуют. Программа, которая сформирована, она действительно увязана с теми пожеланиями, предложениями наших жителей. Учитывая открытый, подчеркнуто вне партийный характер обсуждения, инициаторы дискуссии рассчитывают, что предложения, высказанные на встречах жителями и экспертами, станут основой для программы действий властей и партий в интересах развития автономии. Ранее на безусловный учет мнения населения обращали внимание полпредпрезидентов ДФО Юрий Трутнев и губернатор ЯО Растислав Гольштейн. Вячеслав Пасманик, Денис Листюхин, Новости 21. Капитальному ремонту дюкера, напорного участка городского водоотведения, планируют приступить в Биробиджане уже на следующей неделе. Сейчас идут работы по подготовке и огораживанию участка. Закончить работы должны до конца декабря. При этом подрядчик уверяет, что завершит их гораздо быстрее. На эти цели выделено порядка 100 миллионов рублей. Ремонтируемый объект – один из важнейших элементов системы городской канализации. В случае выхода его из строя город может оказаться в нечистотах. На сегодняшний момент дюкер изношен процентов на 90, так что насосная станция не может поднять давление и выйти на свою производительность. И сегодня многие дома жителей города находятся, канализационные коллекторы, на подпоре. После замены этого участка трубопровода риск его прорыва будет снижен до нуля, и станцию можем вывести на ее расчетную производительность. Сложность работ заключается в том, что подлежащий ремонту участок трубопровода проходит по дну реки Бира, и его прорыв может грозить серьезными экологическими последствиями. При этом представители мэрии утверждают, подрядная организация, с которой заключен контракт, имеет большой опыт работы на подобных объектах. В 2013 году, когда выполнялся последний ремонт дюкера, именно она исполняла заказ. Нареканий и вопросов к качеству выполненной работы у заказчика тогда не возникло. Андрей Кирюшин, Александр Скопенко, Новости 21. Смотрите далее. Антитеррористическую защищенность школ, детских садов и других учреждений усилят в Биробиджане. Портфель «Добра» акция медиахолдинга «Арея Биробиджан» четвертый год помогает попавшим в сложную ситуацию детям собраться в школу. Стильно, мягко, удобно, радует глаз. Диван «Чикаго» и гостиная «Бастон» вкупи для дома. Биробиджан, улица Советская, 48. Окна, эталон. Хочешь балкон? Звони в эталон. Продам новое помещение в центре Биробиджана на Арбате. 160 квадратов. Большая парковка. Земля в собственности. Цена 7 миллионов 500 тысяч рублей. Торг. Телефон 8-968-135-99-95. Очки по вашему заказу всего за полчаса. От бесплатной диагностики до готовых очков всего 30 минут. И это не шутка. Это оптика-сервис на Бир-шоссе 2-й километр 17-б. Приходи и покупай свои очки. Во Франческо Донни ликвидация. Ждем вас в торговом центре Арбат. Ликвидация со скидками до 80% на всю обувь до 31 августа 2021 года. С Франческо Донни выгодно. Торопитесь. На Шолом Алейхема 1-б. Когда дорога каждая секунда, на помощь приходит диагностический центр ИСИДА. Это операции любой сложности, дневной и круглосуточной стационары, консультации опытных специалистов, работа в системе ОМС. Диагностический центр ИСИДА. 36-00. В КФХ Ильюшка Анатолий Иванович, Ксмедовичский и Ленинский районы Еврейской автономной области требуются комбайнеры, трактористы и разнорабочие проживания и питания за счет предприятия. Заработная плата без задержек. Обращаться по телефону 8-914-202-67-56. Чем порадовать себя и близких? Подскажет «Зеленая лавка». Свежая зелень и овощи, экзотические фрукты, ароматные специи и орехи из разных стран. А еще соки и сладости к вашему столу. «Зеленая лавка». Димитрова, 17. Медицинский центр на Ленинградской. Лабораторные исследования. УЗИ. Рентген. Город Хабаровск. Звоните. 4212-301-911. 4212-301-911. О противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. К любому ремонту подходи с головой. На пол положи фанету, крышу шифером покрой. Бери все материалы и не бойся ничего. Школьная 11. Все для ремонта твоего. В кафе требуется повар. График работы 2 через 2 с 8 утра до 20.00 вечера. Стоимость смены 3 тысячи рублей. Ночной повар с 20.00 до 8 утра. 2 тысячи рублей за смену. Посудомойка 1 смена 2700 рублей за сутки. Ночной официант с 20.00 до 8 часов утра. 2 тысячи рублей смена. Телефон 8 924 155 99 47 и 8 924 643 04 44. Жаркие скидки на летние коллекции в магазине «Жизель». Легкие платья, стильные костюмы, свежие тренды и сочные цвета. Обновляйте гардероб со скидками до 90%. Красивое лето с магазином «Жизель». Улица Комсомольская, 10. Кофебрейк. Автокофейня в Биробиджане. Центр города. Удобная парковка. Получение заказа, не выходя из авто. Напитки и закуски. Свободный Wi-Fi. Доставка и предзаказ. Звони 8 924 153 44 40. Заезжай в Кофебрейк. Остановка «Радуга». Федеральная аптечная сеть «Советская аптека». Теперь в Биробиджане. Более 30 тысяч наименований товаров по государственным ценам. Постоянные акции и надежное качество фармацевтической продукции. «Советская аптека». Улица Ленина, 16. Что подарить близкому, если он плохо слышит? Хороший слух – лучший подарок. Запишитесь на бесплатную консультацию к специалистам по телефону. 730. Аудионика. На сбор кедрового ореха требуются кедролазы, проживание, питание, доставка до места работы. Оплата сдельная, высокая. Телефон 8 964 829 0961. Антитеррористическую защищенной школу, детских садов и других учреждений усилят в Биробиджане. В преддверии учебного года представители мэрии и областных ведомств обсудили меры безопасности соцобъектов в первый день осени в единый день голосования 19 сентября. В частности, глава города Александр Головатый обратил внимание на установку кнопок тревожной сигнализации. Мэр заверил, средства для проведения таких работ найдены, источник финансирования определен. Сегодня мне доложили, что в большинстве эта задача выполнена, но тем не менее четыре учреждения еще не обеспечены. Задачу я поставил до 1 сентября этот вопрос закрыть. До 1 сентября закрыть по всем образовательным учреждениям и в двухнедельный срок закрыть по всем учреждениям социальной сферы. В целом, школы готовы принять детей 1 сентября, отметили докладчики. Пожарная безопасность в норме, полицейские будут работать в усиленном режиме. Вместе с тем, образовательные учреждения нуждаются в более затратном усилении защиты. Поэтому Александр Головатый поручил структурным учреждениям мэрии подготовить проектно-сметную документацию, с которой городская администрация обратится к руководству региона с просьбой об оказании поддержки. Алена Шот, Денис Листюхин, Новости 21. Портфель добра. Акция, которая уже четвертый год помогает попавшим в сложную ситуацию деткам собраться в школу. На протяжении нескольких недель неравнодушные граждане областного центра совершали благотворительные покупки и опускали их в специальные контейнеры, установленные в крупных торговых центрах города. И сегодня малыши начали получать нужную канцелярию. В этой акции задействованы и жители Еврейской автономной области, особо хочется отметить наших волонтеров. Это люди с ограниченными возможностями, но нашли в себе силы присоединиться к акции и стать ее активными участниками. Организаторы проекта, представители медиахолдинга «Риабирабиджан» наведались в гости в специальную общеобразовательную школу номер 12 и социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Они передали наборы необходимых для учащихся принадлежностей. В ответ звучали слова благодарности. Очень приятно, что в нашем городе существует доброе из добрых традиций помогать детям собираться в школу. Эта помощь идет от сердца неравнодушных людей. И в наше время так важно не забывать о детях. В реабилитационном центре для гостей из медиахолдинга подготовили целую концертную программу. Малыши поделились своим талантом. Это лучшая благодарность за заботу о них. Акция «Портфель добра» продолжается и до Дня знаний наведается во все учреждения, где требуется поддержать деток. В подарочных наборах – канцелярские принадлежности, ручки, тетради, пластилины и множество других предметов, которые пригодятся в учебе. Ольга Тимченко, Денис Листюхин. Новости 21. Рады бы поговорить о новых делах и мероприятиях, да ковид не дает в полную силу работать нашим ветеранам. Поэтому сегодня на Авторадио с председателем областного совета ветерана войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Григорием Эстриным просто поговорили, что называется за жизнь, о ветеранском житье-бытие и, конечно, о главном – о здоровье. Настроение у ветеранов всегда хорошее, всегда приподнятое, хотя последние два года в условиях карантина, в условиях пандемии возникли некоторые трудности и в общении, и в проведении мероприятий ветеранских. Конечно, это отражается и на работе совета нашего, и отражается на настроении самих ветеранов. Для поддержки настроения, все же по минимуму, посещают друг друга на квартирах, не забывают юбиляров. Правда, и тут пришлось ввести некоторый лимит, чествует только достигших 90-летнего рубежа. Так, совсем недавно, с 95-летием, поздравили участницу войны Феодору Самуиловну Табакаеву. Самым приятным событием из недавнего стало распоряжение президента Путина о единовременной выплате 10 тысяч рублей пенсионерам. Этот шаг ветераны приняли за чистую монету. Сегодня связывают с предстоящими выборами, но наши ветераны говорят так, что выбор мы все равно сделаем по совести, выбор мы сделаем по душе. А вот эта единовременная выплата, ну, не может повлиять на сознание человека. Не может быть так, что я против Иванова, а 10 тысяч мне дали, и я стал резко за. Я думаю, что не надо это увязывать или связывать с политикой. Это, по-моему, простой человеческий жест для улучшения жизни наших пенсионеров. Столь же исчерпывающую ясность гость студии внес и в вопрос о дате окончания Второй мировой войны, объяснив, почему в России с недавних пор она отмечается 3 сентября, а не 2, как в остальном мире. Эти подробности в полной записи эфира с Григорием Истриным на портале greabir.ru. Дмитрий Егерев, Богдан Патрин. Новости 21. Единая Россия Это 450 тысяч рублей многодетным семьям на погашение ипотеки. Единая Россия – это забота, поддержка и защита. Номер 5 в избирательном бюллетене. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова